Сегодня желанный гость литературной гостиной журнала «Симбирск» Ольга Николаевна Даранова, ученый-секретарь областной научной библиотеки имени Ленина Дворца книги, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Ульяновской области, председатель правления Карамзинского фонда. Ольга Николаевна автор и ведущий многих творческих вечеров, творческих встреч, которые проводятся во Дворце книги. А еще автор цикла русской поэзии XX века «Голоса из хора». Мы рады приветствовать Ольгу Николаевну в нашей литературной гостиной в третьем номере журнала «Симбирск». Читайте ее поэму, посвященную Пушкину, Болдина. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала «Симбирск». И сегодня мы вновь поведем разговор, а вернее продолжим разговор о литературе. Разговор, который начинает у нас всегда литературный журнал «Симбирск», который мы знаем и очень любим. Ежемесячно мы встречаем, ждем, открываем этот замечательный журнал. Журнал «Симбирск», на мой взгляд, начинается с обложки. Он действительно очень красивый. Спасибо всем, кто его выпускает, спасибо всем, кто его готовит. Потому что столько души вложено, столько вкуса, столько душевного добра и тепла, и поэтому он такой замечательный. И когда открываешь его, когда видишь храм, который когда-то стоял на Дворцовой, когда видишь вот это вот пушкинское перо, вензель, летящие трепетные страницы, то настраиваешься на хорошее, доброе, русское, чистое слово, на душевный разговор о литературе. Журнал «Симбирск» не один год существует в прошлом «Карамзинский сад». Это прекрасная традиция журнала «Карамзинский сад», которую мы продолжаем. И я, как член редакционного совета, очень рада, что принадлежу к числу людей, которые выпускают, готовят этот журнал. Карамзинские традиции – это традиции хорошей русской литературы, русской классики, традиции Карамзина, Гончарова, Языкова и многих других наших замечательных земляков-соотечественников. Судя по его рубрикам, здесь много интересного. Журнал многожанров, журнал для разного возраста. Этим он и ценен, и интересен, что он объединяет людей разного возраста, разного социального статуса. Каждому здесь найдется слово, адресованное именно ему. И в этом году мы отмечаем замечательную дату – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И журнал, конечно, с первого же номера, с первого номера 2019 года, эту тему для себя обозначил. Есть такая замечательная рубрика «При свете пушкинского слова». Хотелось бы несколько слов сказать и о своем творчестве. В этом номере, благодарно коллективу журнала, здесь опубликована поэма Болдина. Несколько слов скажу об этой своей поэме. Родилась она, наверное, непосредственно по следам поездки в Болдина, родовое имение по линии отца Пушкина. Какие-то впечатления от этого достопамятного места. Действительно, есть такие места, которые вызывают особый трепет. И вот это Михайловская, это Болдина. Ну и тема Пушкина, она вообще всегда была со мной, со школы, со школьной скамьи с детства. И как-то случилось так, что я к ней вернулась. Ну, наверное, может быть, отрывочек из поэмы я зачитаю. «Россия, славься долги лета, Хранима будь перстом Христа, Твоих красот не счесть поэту, Но есть заветные места. Туда влечет неукротимо, Там миром полнится душа, И в тишине неуловимо Идут столетия, не спеша. Там вдаль манящие аллеи Хранят летучий звук шагов, И вечер тихо пламенея Доносит отзвук вечных стров. Большое Болдина, исконно забортники, Земля мордвы, Здесь в небеса цветисто-звонно Вонзались грозного шатры, Здесь на лугах за черным лесом Тянуло медом диких пчел, Оберегаемый велесом Качал волну рыбацкий чел. Здесь вечерами вьюга пела, Усадьбу старую храня, До древней ветла скрипела Вслед убегающим саням. Евстафий Пушкин, воевода, Наместник, царский дипломат, Здесь землю получил в угоду Царю и родине. Виват. Три века Пушкины владели За службу ратную землей, Здесь в Арзамасской колыбели Нашли заслуженный покой. Века минули, Пали росы не раз на сонную траву, Другие праведные росы Сложили головы во рву, О том звонят во храме белом, И звон тут слышен далеко, И путник крестится, И смело шагает, Вольно и легко. С 17 по 26 апреля Во дворце книги Проводится выставка Конкурс «Симбирская книга». В программе Творческие вечера, Презентации, Обзоры книжных выставок И на книжных выставках Симбирской книги Представлен журнал «Симбирск» И книга Ольги Дарановой «Флейта осени». В прошлом году, В 2018 году, Вышла в свет Моя книжечка «Флейта осени». Это сборник стихотворений И малой прозы. В этой небольшой По объему Книжице Под одной обложкой Собраны Мои стихи И короткая проза. Написано это все В разные годы, Но объединяет одно Сам автор Отношения к миру, Впечатления, Отношения к родным И близким, Друзьям, Знакомым, К людям, С которыми Идешь по жизни. Ну, Как-то стараешься Выразить свое отношение, К людям, К ценностям Человеческого бытия, К самому себе. Возможно, Не все равноценно, Но все от души. Книга состоит Из нескольких частей. Здесь есть Стихотворения Лирического, Личного плана. Написаны они были В разные годы. Наверное, В жизни каждого человека Была любовь, Встречи, Расставания, Разочарования. Вот стихи об этом. Ничто не проходит Бесследно, Все остается в памяти. Хотя с высоты возраста Многое кажется Наивным. Второй цикл стихов Картина дней. Эти стихи берут Свое начало в природе. Каждое время года Так или иначе И накладывает Отпечаток На тебя И Твоя душа Отзывается На все, Что происходит вокруг, В природе, В мире. Есть рубрика Родным и близким. Люди, Которые ушли От тебя, Которые остались, Живут рядом с тобой. Самые дорогие люди На свете. Это посвящение им. И отдельная рубрика Это цикл Стихотворений Посвящен Русскому поэту Борису Пастернаку. Это попытка Передать мир Его глазами. Я Несколько стихотворений Прочту. Виновской рощи Пройдемся, друг, По парку Не спеша. Какая осень Золото Забвенье. Пусть отдохнет От бремени душа Ей сладостно В немом Оцепененье. Все суетно И речи, И дела, И дни Бессмыслица Все больше Утомляет. А здесь вот так бы Просто Шла и шла По тропке Что к обрыву Убегает. Шуршат Дремотные листья Под ногой Как будто Няня Сказывает Сказку. Художник Осень Влажную Конвой Кладет На холст Оранжевую Краску. А штрих Последний Мы с тобой, Друг мой. Картина Осени Без нас Не будет Полной. А вместе С нами Годы чередой Как волги Набегающие Волны. Из цикла Осень Пастернака Вечерняя Что читали тебе В детской Зимней порой И в какой стране Немецкой Бродит твой герой За окном Венецианским Русский снег Стеной И цыганский Хор Шампанским В тройке Удалой День и ночь Двойная Сладость Мир еще Без бед Еще нежна Твоя младость Лишь Двенадцать Лет Бой Часов Столовой Слышен Зимний Сон Глубок За окном На снежной Крыше Дремлет Голубок Нянька Спит Клубок Запнулся За громоздкий Стул Свет Звезды Ночной Коснулся Твоих Темных Скул Как Недобро И сурово Смотрят Звезды В дом Полонят Зимы Оковы Льдом И серебром Но растопят Божьи очи Эту мглу И льды И прольется Хаос Ночь Золотом Звезды У Пастернака Есть замечательные Строчки Мир Это музыка Которой Надо найти Слова И все Что происходило Вокруг него Он Воспринимал Через музыку Он Одинаково Талантлив Был Как в поэзии Так и в музыке Как радостно Проникнуть В то Обратно Где мир Пропитан Солнцем И сосной Где пахнет Хлебом Зареве Закатном И мошек Золотистый Кружит Рой Там На веранде Чай Закуски Речи Читают Музицируют Поют Ночь Напролет Лишь Кутру Гасит Свечи И отдыхать В гостиную Идут Кусочек Подоконника Глиера Пропитан Солнцем Лето На дворе Душистый Сумрак Вкрался За портьеру И тени Распластались На ковре Там Вечера Как гулки Колодцы Без связных Мыслей Слез Черновиков И лист Признаний Судорожно Рвется И скомканный Летит За часослов Там Музыка Рождается С грозою И в мокрый Сад Распахнуто Окно Там Одиночество Причастие Святое Лишь Гению Иному Не дано Ну и поскольку Сейчас весна Замечательное время Года Которое я очень Люблю Хотелось бы Закончить Все-таки Весенней темой И у меня есть Небольшая Миниатюра Которая Которая Так и Называется Вдыхая Весну Она есть В книге И есть Также В журнале Симберск Она коротенькая И я ее Прочту Я часто Думаю Как передать То незабываемое Ощущение Ранней весны Передать То волнение Которое Вызывает Первый Глоток Весеннего Воздуха При выходе Из дома Рано утром Пахнет Пряным Древесным Теплой Землей Прошлогодней Освободившейся От снега Травой Дымком И еще Чем-то Давним Щемяще Родным Из детства Этот запах Кружит голову Томит Волнует Кровь И словно Приподнимает Тебя Над землей При каждом Вдохе Тебя Охватывает Невольная Грусть И одновременно Душа Ликует Ведь она Без возраста Всегда Юна И чиста Тебе И радостно И грустно Сон Чувств Овладевает Тобой Вспоминается Детство Ушедшие Годы Те Кого Уже Нет Каждый Вдох Возвращает Тебя К родным Пристаням Давно Покинутым Берегам К теплым Камням Отчего Дома Еще Холодно Для весенней Одежды Еще Лужи Затягиваются Литком Ночью А деревья Стоят Голые Безжизненные Утомленные Долгой Зимой Ветви Деревев Худые Серые И сами Деревья Какие-то Нескладные Как подростки Да, это Март Еще много Грязного Крошащегося По обочинам Снега На начало Вспоминаются Старики Длинная 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 Тополиная Аллея Старые Облупившиеся От времени Двухэтажные Дома Построенные Сразу После Войны Школьный Двор Окаймленный Низким Кустарником И Мальчишку Соседа По парте Очень Хорошо Помню С которым Часто Ссорилась А он Всегда Оставался Верным Рыцарем Некрасивым Простаком А по сути Добрейшим Существом На свете Вспоминаю Свой бывший Двор С каменной Аркой Дома Сталинской Постройки Послевоенного Времени Детский Сад Во дворе Напротив Дома Побеленная И звездкой Скульптуру Женщины С ребенком На руках А вокруг Скульптуры Весной Проклевывались Легкие Одуванчики И затянутые Литком Лужи По утрам Мы с друзьями Дружно Разбивали Резиновыми Сапогами В апреле Становится Теплее Хочется Долго Гулять Идти Пешком Моют Окна Вскапывают Палисадники Сажают Кустарники Прохожу Мимо Цветочного Магазина Букет Ароматов Вплетается Весенний Воздух Но одновременно Чувствуется Запах Краски Красят Фасады Домов Крылечки Скамейки В парке Обновляется Природа Мир Вокруг Пахнет Весной А душа Наполняется Радостью Радостью Пребывания На земле Радостью Жизнь Дорогие 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 Друзья До новых Встреч В литературной Гостиной Журнала Симбирск Редактор субтитров